Перейдем к разбору парадокса Б. Давайте здесь вместо десятью напишем M. Некоторые большие сейчас пустоты. Так, ребята, сейчас полное внимание, потому что это очень красивая штука. По-настоящему красивая, поэтому, пожалуйста, все-все-все внимательно. Это более простой доказательный теремогиод, да, кстати, чем традиционно. Ну, она просто красивая. Что нужно, чтобы парадокс Б сработал? Нужно, чтобы вот эта вот запись, которая здесь написана, была тоже легальным описанием нашего числа. Ну, потому что вот длина вот этой записи, когда я назначил ее звездочкой, значит, длина звездочки это логарифм M плюс некоторые константы, правильно? M само по себе, я вот так напишу, оно, как говорится, ассентатически больше, чем логарифм. То есть понятно, что если здесь какая-то константы написано, при маленьких M, вот эта штука может оказаться больше, правильно? Но если M очень большое, то логарифм, конечно, проиграет к собой. Ну, потому что если я возьму звезду в степени, то это будет 2 в степени M, а здесь будет там константа, какая 2 в степени C умножить на M всего лишь. Ясно, что 2 в степени M быстрее. Значит, получается, что если M достаточно большой, то M будет больше, чем вот эта логарифма. После чего мы получим следующее, что с одной стороны колмогорновская сложность от XM больше строго, потому что здесь написано. А с другой стороны, если вот это было бы легальным описанием XM, то мы бы получили, что оно имеет вот такую сложность, меньше. Это было бы противоречиво, правильно? Но для этого необходимо, чтобы наше, это вот описание, было действительным колмогорновского описания. А что такое описание, в смысле, колмогорновского? Это программа, то есть там нужна программа, которая вычисляет этот вот XM, исходя из вот такого его описания. В частности, для этого нужно уметь вычислять колмогорновскую сложность. Если бы колмогорновская сложность была вычислима, то мы могли бы вычислить, ну просто, мы могли бы начать брать XM 0, 1, 2, 3 и так далее, и вычислять последовательным колмогорновскую сложность. И как только она стала больше N, сразу сказать, окей, это как раз наше XM 5. Вот эта звездочка была бы правильной, вычислимой, и мы бы получили наши противоречия. Это значит, что колмогорновское вследствие отсюда, вследствие первого, что колмогорновская сложность не вычислима. Заветите, это уже теорема. Вы сейчас реально, буквально в несколько слов, доказали такое забавное утверждение, что функция K большое, а вообще-то это функция. Функция к слову. Всюду определенная функция. Понятно, у каждого слова есть такая самая короткая программа. И тем не менее, это реальный пример невычислимой функции. Всюду определенная невычислимая функция. И вам только что объяснили, почему она невычислимая. Она мало того, чтобы все это определенная. Она еще и сублинеет, она всегда меньше, чем значение XM. То есть, это не какая-то функция в духе Аккермана, который как-то уж не быстро вешанно растет. Есть такие функции, называется, там, бизи-пифер. Трудолюбивый бабер, который, там, бегает быстрее, чем любая, так сказать, любая программа. Эта функция очень медленно растет не быстрее, чем длина слов, а маленькая. Но она при этом не является алгоритмически вычислимой. То есть, нет программы, которая по X скажет, какая его Кулмогоровская сложность. Или, вот на языке архиваторов, не существует вычислимого оптимального архиватора. То есть, на самом деле, все архиваторы приближают кулмогоровскую сложность. Для некоторых специальных слов они могут делать их меньше за счет, на каждом поиске у них закономерностей. Но истинный, как Кулмогоровский архиватор, который самый маленький архив для него создаст, должен найти все возможные алгоритмические закономерности в нашем слове. Это сделать невозможно. Это первое следствие, что Кулмогоровская сложность не вычислимой. И это прямой результат прогнозатора. Более хитрый результат, опять же, связан с переходом доказуемости. Давайте мы напишем новую. Такой XN с волной. Это тоже наименьший X. Такое, что вот это утверждение доказуем. Для этого, опять же, нужно, конечно... Тут хитро. Вот тут, так сказать, наша... Некоторые могут сказать, как вообще это утверждение можно доказовывать, как вообще записать это утверждение. Это же ведь... Там используются функции k от x, но эта функция не то, что она не примитивная, рекурсивная, а даже не вычислима, только что поняли. Но, тем не менее, эту формулу мы можем записать как некий архитметический факт. А именно сказать следующее, что любая программа длины меньше N не возвращает X. Вот так вот, скажем. Любая программа, у которой длина хотя бы не больше, чем N, ее, так сказать, результат ее работы не является X. Не верно, что она останавливается, и результат ее X. Это может связаться как птичистую форму. И давайте напишем вот такую, чтобы иметь жизнь, для которой вот это утверждение можно так же и доказать. Что будет давать нам вот эту штуку? Если мы к ней применим парадокс. Следствие 2. Но его уже надо доказать, это неочевидно. Но сейчас мы это сделаем. что начиная с некоторых N это только ни одно из утверждений видом опор нет этого уфа. для всех N, которые больше, чем N. Ну давайте прокомментируем. Во-первых, ну некоторые из таких утверждений просто неверны. Если есть какое-то простое слово написано, а здесь какое-то большое число, то это просто неправда, естественно, это не будет доказать. Но, к другой стороны, это тоже такой факт, что существуют сколь угодно сложные слова. То есть для любого N существует слово, которое его сложнит. Ну почему? Потому что коротких программ, программ, которые имеют длину меньше N, таких программ конечное число, естественно. А чисел бесконечно много, значит коротких программ не хватит, чтобы задать все числа. Ну значит есть числа, которые не задаются короткими программами. Для их задания требуются более длинные программы. В частности здесь более такой тонкий факт. Давайте рассумуирую какая-то такая задача поатетям в этой сложности. Значит для любого N существует слово X к длинные N двоичные слова, кул流 preservская сложность которого больше или равна. это такое не сжимаемое слово которое любого слова не может быть сильно больше чем вот оказывается есть такое слово которое имеет вину сложно которая они верные эти утверждения но доказать их невозможно это значит существует утверждение 1 а доказательство ее как уже поняли опирается давайте мы предположим вот тут немножечко хитрее предположим что для любого верха есть вот такой вот доказуемое утверждение хотя бы то есть существует такое на самом деле есть для какого-то это есть для всех меньших тоже потому что если мы доказываем у кого-то больше n ну вот именно либо они что-то здесь кончится когда-нибудь либо их бесконечно перерыва быть не может что для кого-то нет а для следующего есть значит мы предполагаем противного что для любого n существует хотя бы одно такое утверждение которое после чего мы хотим найти наименьший x со свойством что вот это доказано как мы будем это делать но вот такое формулировать и так просто сделать и мы сейчас наверное немножечко поправим x, 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 x это такой значит вот что это такое это такой x x что x x réuss что k x 3 которое больше n seria dokaz انあるiante до родов рейсов что k k x x be x1 больше n доказуемо и имеет хотящее доказательство самое маленькое доказательство кодируются скажем abandoning y2 Bull of the Cyber ющего нового взилence вот этот x s волной и мы сегодня с вами не можем gymnastics Можно, значит, мы предпустим для любого варианта существует x, такой, что доказуемо вот так. Тогда в этот эксцентре можно вычислить. Потому что что мы можем делать? Мы начнем перебирать все доказательства. И смотрим, не доказывают ли они утверждение вот такого вида. Как только мы перебираем в порядке возрастания их номеров, как только мы нашли доказательства, самое маленькое, которое доказывает вот такое утверждение, мы сразу же возвращаемся к соответствующему числу x. Получаем с вами. Слово. Что из этого следует? Из этого следует, что колмогоровская сложность вот этого числа меньше либо равна, чем логарифм, да? Потому что эта программа имеет размер... Ну, в ней все константное, кроме вот этого числа. Значит, она оценивает колмогоровскую сложность эксцентра как логарифм на этом без костана. А с другой стороны, мы доказали, что этот эксцент имеет сможет больше n. Опять же, для достаточно больших, для маленьких это не проблема. А для достаточно больших это приводит к тому, что у нас все становится резко плохо, потому что логарифм оказывается больше, чем n. Вот, то есть, смотрите, еще раз, возвращаясь назад, мы говорим, что начиная с какого-то n0, все утверждения такого вида будут не доказывать. С другой стороны, утверждается, что среди них есть, значит, утверждение, которое и есть. То есть, можно наивно существуют сложные слова, сколь угодно слушать. Но доказать конкретное слово мы не можем. Например, вот, не конструктивную доказательство. То, что сложные слова существуют, доказывает загрязываемые мощностные элементы. Потому что простых слов конечное число для данного времени. Значит, есть и сложно. Но предъявить конкретный пример мы не можем в силу вот этого вашего рассуждения. Ну и мы еще раз доказали первую теорию Беттлева. Вот это, так сказать, такое вот доказательство Чейтина теории Беттлева. Может быть, оно даже чем-то и понятнее, чем классическое. Здесь, по крайней мере, как это будет. Особенно не углублялись в доказательство. Всякие условия доказательства. Это просто чисто вот такое сложностное суждение.